Деловое общение, мастер-классы, театральные постановки. Центральная библиотека имени Крупской уже давно вышла за рамки привычной тихой читальни. Это современный культурно-образовательный центр с коворкинг-площадкой. Благодаря нацпроекту «Культура» библиотека получила необходимое финансирование для того, чтобы и дизайн отражал внутреннее содержание пространства. 10 миллионов рублей и федеральных денег преобразят старейшую библиотеку Самары уже в следующем году. То есть это всегда востребованное учреждение. И сейчас уже читатели очень переживают, чтобы мы сохранили дух центральной библиотеки, чтобы мы сохранили весь советский ампир, который здесь представлен. Дизайн-проект уже готов. В основном в зале стеллажи с книгами расположат по периметру и оборудуют мини-лестницами. Поднимая голову вверх, читатель увидит не только лепнину середины прошлого века, но и современные арт-объекты, огромные световые шары и крылья, которые символизируют полет, как яркую утопическую идею эпохи Возрождения. Идея была толкнуться от темы, в принципе, утопии социальной, которую мы прожили в такое-то время, и соединить это с тобой еще культурным пограундом. Это стало мечтой. Мечтой, которая есть крылья, у которой есть надежда, у которой есть вера в будущее. И есть то золотое сечение, к которому мы все стремимся. В читальном зале можно будет в буквальном смысле воспарить над землей, погрузившись с головой в любимую книгу. Это позволит еще один арт-объект – парашюты, что особенно впечатлило главу Самары Елену Лапушкину. Она приехала в библиотеку, чтобы оценить масштаб будущих преобразований. Вот это парашюты такие. Сейчас библиотеку посещают 49 тысяч самарцев в год. Планируется, что после модернизации количество посетителей увеличится. В книжном фонде ждут новинок. Кроме того, нацпроект «Культура» позволит каждому гостю использовать бесплатно популярный электронный книжный сервис. О таких возможностях сложно было подумать еще несколько лет назад, не говоря уже о временах, когда библиотека только открылась в далеком 1922 году. Тогда она располагалась на Венцико, чуть позже переехала в маленький домик на Самарской. И только в 1953 году, когда возвели пятиэтажку в духе сталинского ампира, на углу Самарской и Маяковского читальни отвели весь первый этаж. Сегодня она имеет 35 филиалов по всему городу, по которым и распределят читателей уже с начала следующего года, пока ведется ремонт. Открыть свои двери современный досуговый центр планируют уже в ноябре 2021 года. Мария Левина, Константин Головин. События. Мария Левина, Константин Головин.